Приказы Минздрава 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 С департамента здравоохранения города Москвы год назад было сделано это более гуманно, наверное, и более человечно, чем проект приказа, который сейчас появляется, такие строки и положения, что в итоге конечным решением является посетить, разрешат посетить родственников отделения реанимации или нет, остается за лечащим врачом и заведующим отделением. С моей точки зрения это не очень корректно. Почему? Потому что если есть какая-то, это моя позиция, эпидобстановка, у нас есть приказ, у нас есть приказ главного санитарного врача, на основании чего вводятся ограничения, выпить сезон, и тут все понятно, и мне кажется, тут со стороны родственников не будет никаких сомнений. Вот когда у нас начинаются разговоры персонального решения врача или заведующего, это позиция, в которой очень много вопросов возникает лично у меня, я предлагаю по этой позиции моих коллег высказаться. Мне кажется, тут важен юридический аспект. Я бы откатилась на шаг назад и вернулась к моменту, когда все обсуждали очень широко проект еще федерального закона. На данный момент в прошлом году вступил в силу, прошу прощения, не в прошлом, а в этом году, в 2019 году, вступили изменения в наш базовый федеральный закон об основах охраны здоровья граждан, ввиду которого все медорганизации должны теперь обеспечивать возможность допуска родственников, законных представителей и членов семьи до пациента. Я хочу сказать, что мы отчасти принимали участие в разработке этого федерального закона и боролись очень серьезно за категории лиц, которые должны быть, могут быть допущены до пациента. Я напомню, что в редакции проекта закона, когда он выходил, не было родственников вообще, то есть это, конечно, был абсолютный абсурд. И мы говорили о том, что должно быть допущено 4 категории возможных лиц до пациента. Это родственники, это законные представители. И кроме этого мы говорили о близких лицах. Но, к сожалению, категория близких лиц так и не вошла в закон, и, соответственно, она не попала теперь в проект, обсуждаемый приказами здрава. Мне казалось, и, наверное, это не очень позиция, правда, юридическая, это общая человеческая позиция, что у любого пациента, у любого человека близкие лица иногда бывают ближе, чем любые родственники и законные представители. Поэтому это близкие лица, эта категория не попала в проект приказа сейчас, а это в части из, наверное, минусов, которые можно обсуждать. Кроме того, все говорили о том, что обсуждается проект об открытых реанимациях. В итоге, наверное, сейчас, когда мы говорим о проекте приказа, скорее уже проект о закрытых реанимациях. Потому что если все отдается на откуп решений не только леча врача, но и заведующего отделения одновременно, то, наверное, сложно, вернее, несложно предположить, что выйдет из этого. В итоге в проекте приказа то, что мы видим, это фактическая калька от того письма Мездравовская, которое было по посещению реанимации от 2015 года. Оно совпадает, проект приказа и письмо процентов, наверное, на 90. Ничего нового мы в приказе не видим. Но если на этапе, когда 2015, 2016, 2018 года, никто не говорил о том, что какие-то могут быть запреты о посещении реанимации, потому что не было ни запретов, не было, собственно, ни разрешения, все это висело в воздухе, и большая часть реанимации Москвы, насколько мне известно, все-таки допускали родственников и активно двигались эти проекты об открытых реанимациях. Сейчас же, может быть, это немножко преждевременно говорить, что проект скорее закрытая реанимация, но исходя из сегодняшнего положения, это скорее закрытая реанимация. Но если не только говорить о категориях лиц, которые допущены или нет, мы видим абсолютно абсурдные положения в проекте приказа. В частности, я не буду говорить долго и много, но в частности, там есть момент, который абсолютно на 200% перекочевал из письма Мездрава, о которых я говорю, что лица, не являющиеся прямыми родственниками, могут быть допущены лишь в сопровождении близких родственников. Мне кажется, что для Мездрава, как, наверное, главного нашего законодательного органа в сфере здравоохранения, как-то непонятно, что допущены такие серьезные ошибки, потому что указаны категории лиц, которые относятся к близким родственникам, там указаны мужья, жены, но они не являются родственниками никак, ни близкими, ни дальними, муж является членом семьи. В то время, как близкие родственники, категория, согласно Семейного кодекса, она шире, и часть лиц не попали в проект этого приказа. Я уже не говорю о том, что и прямых родственников такого понятия вообще нету в семейном законодательстве. Есть категория родственников по прямой нисходящей, восходящей линии. Там очень много нюансов. Самое обидное то, что мы многие вещи комментировали и направляли, в частности, и в Госдуму, и в Мездрав, но это все оказалось где-то, я не знаю где. Я юрист, знаете, могу продолжать дуал. А можно, воспользовавшись такой ситуацией, задать такой юридический вопрос? А вот, например, раз с нами Сергей, то к какой категории попадают служители религиозного культа? Потому что на работе в отделении анестезиологии и реанимации мы знаем, что достаточно часто родственники просят прийти священника и так далее. В рамках этого регламента есть ли вообще место для священнослужителей? Есть. Это Конституция и ФЗ 323? Там есть просто иное положение, что есть право в правах пациента, это 19-я статья базового закона, что пациент имеет право на отправление религиозных обрядов в рамках нахождения в больнице. Поэтому это и есть. Но если мы говорим о лицах, которые допускаются до посещения реанимации, то там указаны четкие категории, какие это лица. И там лица родственники, законные представители и члены семьи. Нет, Полина, простите. Я, конечно, не юрист, но, насколько я помню, есть статья, только я сейчас не помню, а то ли Конституционная, то ли это сам, то ли действительно ФЗ 323, где прописано право на беспрепятственный допуск священнослужителя. Вот именно такая формулировка. Правильно, это как раз я и говорю, это право пациента, это статья 19-я основа законодательства. Там именно фраза «допуск священнослужителя». Мы в отделении реанимации знаем достаточно много казусов, и мы прекрасно знаем про казус, например, закон о погребении, где, с одной стороны, человек может отказаться, вот скрытие, с другой стороны, есть некоторые случаи, которые мы обязаны проводить аутопсию, там, в частности, смерть детей до месяца, вы помните. Мне кажется, это вот тоже такой очень похожий юридический казус. Но поскольку мы сегодня все-таки на Первом МедТВ, Сергей Сергеевич, можно вопрос с вами медицинский? Там опять вот это вот посещение связано с тем, что как будто мы родственников вводим в очаг особо опасной инфекции, шапочка, маски, халаты, медицинская точка зрения и ваша персональная точка зрения, как анестезиолога-реаниматолога, а насколько это оправдано, такое вот укутывание близких людей при посещении отделения реанимации? А вот как эти правильно называются люди? Вот близкие люди, как вот вы говорили, категория? Близкие лица. Близкие, а кто это? Близкие лица, наверное, сюда могут быть отнесены, ну, как минимум, приятели, друзья, кстати, гражданские. А как понять, что они приятели и друзья? Ну, вы затрагиваете другую тему, но родственник может, вернее, не родственник, а пациент может не хотеть видеть даже в том числе и близкого родственника. Но та формулировка, которая... То есть если он не хочет видеть близкого родственника, а близкий родственник хочет его видеть, то близкий родственник, если, ну, следовать логике, вот, юридической мысли, то близкий родственник пройдет к нему, несмотря на нежелание пациента его видеть, и повидается-таки с ним, и добьет его, в общем, в этой же постели, своими нежными видами. Ну, как минимум. Ну, я образно, как бы, говорю. То же самое близкие, а почему про близких вот этих вот, близких людей? Ну, так мы в институте Клифосовского собрались. У нас очень часто попадают сюда люди с определенной информационной известностью. И когда они к нам попали... Медиаперсоны. Да, медиаперсоны, да. Например, не часто, не всегда можно у них получить, ну, как бы, информацию о том, кто их близкие люди. Потому что они находятся в помутненном сознании или там без сознания вообще. И тут приходит человек и говорит, я его друг. Хочу. Я хочу к нему идти. А потом появляются фотографии на лайф-рода. Да, а потом появляются фотографии, рассказы про то, как мучили, там, издевались. И вообще могут даже не из этого места фотографии появиться. Вот в такой ситуации, как есть. Мы, когда рассуждали и обсуждали еще проект федерального закона, мы предлагали разделить ситуацию на две составные части. Когда пациент способен выразить волю, а когда он не способен. Вот если он способен выразить волю, так он может выразить волю, что он хочет видеть абсолютно любого человека, который не является даже его родственником. А если он не способен выразить волю, должна быть сужена категория лиц, которая допущена до посещения этого пациента. Вот так мне даже больше нравится гораздо. Вот это вот замечательная вещь, что разделить это все действительно на две части. Когда человек может выразить волю, или он находится в таком состоянии, когда он ее выразить не может. Потому что, ну, разные бывают ситуации. То есть, что тогда мы будем использовать семейное право, чтобы... Я вам скажу еще один есть момент, очень тонкий. Очень много случаев судебных. По какому мнению? По разным вещам. К нам поступают люди после автотравм, сбитые автомобилями, избитые, с пулевыми и ножевыми ранениями и так далее. И к ним может разный человек прийти под маской того, что он близкий друг вам. Понимаете? Я с вами полностью согласна. Потом окажется, что они близкие. Многие наши мысли мне на самом деле до боли обидно, потому что закон обсуждался долго. Мы писали комментарии, и я участвовала лично в рабочей группе Госдумы. Наверное, у меня в ближайшее время закончится все мое желание участвовать. Но, по крайней мере, с этим законом, хоть какие-то вещи действительно оказались применены в части этого закона. Но большая часть, к сожалению, не вошла. Мне, например, нравится действительно деление на две категории. Если действительно так будет, что человек может выразить волю, не может. Это очень тонкий момент. По поводу укутывания, тут тоже тонкая вещь. Мы обсуждали пропускной режим. Мы же пытаемся все время открыться людям. И не секрет, что, например, в институте пускали родственников пациентов в реанимацию еще и в 90-е годы. И проблем с этим не было. Понятно, что есть много тонкостей. Первая тонкость – это планирование реанимационных отделений. Они находятся у нас… Все эти здания, они построены там 80-го года, я не знаю, там и так далее. Вот Юдинская больница какого? Тоже ведь примерно тех же. 68-го года. Они примерно одногодки все. И то, как сделано здесь реанимационное отделение, они не предполагали, что здесь будет какое-то индивидуальное пространство для каждого пациента, там огороженное, там все такое прочее. Лежат, все находятся рядом. Поэтому очень много тонкостей. И здесь, с моей точки зрения, я пробежался по этому проекту, но тут прописан важный момент, что если оказывается реанимационное мероприятие, другому пациенту ставятся вены, перевязки и так далее, то посещение лучше в этот момент не проводить. Потому что у нас недавно была ситуация, когда были родственники у пациента в одной из реанимаций, на этаже ухудшился пациент, его перевели в реанимационное отделение, он прямо рядом, вот соседняя койка, у него реанимационное мероприятие, людей просят выйти из палаты, они говорят, а мы не уйдем. Понимаете, это очень такое… Косле Алексеевич, мне кажется, тут эти так называемые выбросы, эти маргинальные ситуации, на них, наверное, нельзя основываться, принимать решение. Потому что, имея тот опыт, который я имею, работа в отделении реанимации, больница 7, потом Юдина, меня так посчастливало, что я пришел в ординатуру в то отделение, которое уже было за много лет, моими учителями до меня открыто. Ну, крайне редко возникают вот такие эксквизитные ситуации. Больше того, когда мы предоставили возможность, пожалуйста, нахождения людей в ночное время, и мы не увидели большого такого «Вау, мы готовы», не дети, взрослые, мы готовы. Нет, люди после работы… То, что родственники посещают пациентов, это только польза. Это польза для всех. Это польза и для пациентов, это польза для персонала, потому что он находится в большем тонусе. Это важный момент. А по поводу детей и укутывания, тут тоже очень тонкий вопрос. Мы, когда обсуждали пропускной режим, я еще начал в институте, встал вопрос про детей. Почему, например, запрещали допуск детей? Детские инфекции, видимо. Потому что прививочная компания, как бы очень многие отказываются от прививок. С одной стороны, вот у меня сердце разрывается, вот мы стояли, я много раз как бы сам нарушал этот запрет, потому что вот стоит, у нас есть большой гинекологический. Тут же вы заметите, этот проект закон не только для реанимации, он вообще для посещения. Что, кстати, очень-то бессмысленно. И, например, приходит, ну а там гинекология у нас есть, вот поступает там женщина, да, вот у нее есть маленький ребенок, есть муж. Бывает ситуация, когда с ребенком сидеть некому, и мужья приходят с детьми, с маленьким ребенком он пришел. По большому счету его нельзя пустить. То есть его можно пустить, а ребенка нельзя. А по какому критерию был выбран возраст? Двенадцать лет, не знаю. Двенадцать, в письме было четырнадцать. Не знаю, почему двенадцать, но насколько мне объясняли тогда ситуацию, почему мы не можем это официально унести, из-за того, что есть опасность детских инфекций. Инфицирование взрослых, детские инфекции. А это жесткая очень вещь, потому что, например, если человек заболеет там ветрянкой, не переболевший во взрослом возрасте, это гораздо... Я болел. Ну вот тем более, вы знаете, что это такое. Или там курю какую-нибудь или еще чем. Вы считаете, что эти укутывания способны быть барьером для этих инфекций? Мне кажется, гораздо важнее гигиена рук для посетителей на входе и на выходе. Что, кстати, прописано ей в данной инструкции. Вот вам зачем нам с вами обрабатывать, вот одевать колпак, вот скажите? Я не знаю, я вам честно скажу, я даже не знаю, зачем одевать колпак Полини с ее роскошными волосами при посещении реанимации. В 90-х годах был в Штатах, там ездили от института, там Колумбия, это призбайтерия, там над Гарневым встречи в госпитале. Там с утра идет обход в реанимации. Сля, ну такая, там февраль, месяц, февраль, март. Вот, опаздывал профессор. И тут посреди обхода влетает профессор. Вот как он шел, вот шел он с улицы в пальто, шарфу, шарфе и там ботинках, он так и пришел. Пальто кинул посреди зала там на стульчик, шарф туда же повесил, там ноги от ряпочку вытер и пошел. А за ним просто служба клининга все протирал, он даже халат не одел. Для меня это был шок культурный. То есть, когда я это увидел, вот, как это происходит, ничего не происходит. Вот, я согласен. Но с другой стороны, есть и другая история. У меня когда родился ребенок, например, вот маленький, там пошли флору сдавать ему кишечную. И что, папин, папин? Если он более резистентную калипсию ел, откуда же она пришла домой, угадайте с трех раз. Так может, она ведь лучше, как резистентная калипсия ела? Не знаю, лучше этого. То есть, он уже защищен изнутри даже. Когда я работал в инфекции, например, я потом 10 лет никакой инфекции не болел. Я работал в инфекционной больнице несколько лет, я после этого 10 лет не болел никакими инфекциями. Ты приверлся? Нет, я не приверлся, там вот иммунитет заработал. А по поводу пропуска, ну, я бы вообще разделил бы категории даже реанимационных отделений. Потому что одно дело кардиореанимация, где лежат пациенты, ну, в большей степени для наблюдения. И палата интенсивная терапия. Ну, фактически, это палата интенсивная терапия. Он называется кардиореанимация. И другое дело, это реанимация хирургическая, где лежат люди с раскрытыми животами. Я утрирую, естественно. То есть, там, наверное, должен быть и разный пропускной режим, и разный санитарно-эпидемиологический режим. Потому что, ну, в кардиоблок, наверное, можно прийти и в ботинках, и в шапке. Много шума из ничего, вот с моей точки зрения. Можно переодеть ботинки, а можно в рамках нашей пациента-центрированности, если вы хотите родственника-центрированности, создать условия, чтобы пока пациент там и с первого этажа подошел к отделению реанимации. Есть же, ну, слушайте, среда не такая... В Турции нельзя цветы проносить. Среда не такая агрессивная. И у нас много современных средств для того, чтобы эти барьеры сделать без бахил. А у них в цветах живут всякие насекомые? Вот, насекомые у них в цветах живут, понимаете? То есть, есть плюсы, что мы не в Турции. Да, я был поражен. Частная клиника огромная, под полный фар сделанная, красивая, и с цветами нельзя сходить. Все цветы, пожалуйста, поставь перед входом, там комната есть. Подпиши кому, если он сможет доползти, он посмотрит. Тем не менее, мне кажется... А у нас цветы везде стоят вообще. Возвращаясь из Турции в Институт Склифосовского и к нашей теме, мне опять такой вопрос. Тем не менее, ключевое слово проекта, так, значит, у нас есть около 20 дней. Я сейчас к нашим коллегам обращаюсь для того, чтобы мы могли внести предложение на том ресурсе, где этот проект размещен. Или по вашему опыту это неэффективный путь? Это дает мало результата, но важно то, что уже тоже обратили внимание, что проект предполагался по посещению вообще медорганизаций разного профиля, включая ОРИД. Там это никак не указано. Я когда комментировала еще до того, когда вышел проект этого приказа, я говорила, что бедный Мездрав, ему придется сейчас писать такой сложный большой порядок, но Мездрав сделал попроще. Можно, конечно, попробовать, но у меня надежды лично мало. Но меня волнует тема прикладная, потому что они все равно Мездрав не выйдут, например, за рамки федерального закона. Они все равно не сделают это шире. Они могут это писать определенные моменты, но шире они это не сделают. И одна, по-моему, из весьма главных проблем в этом, что четко определены категории вот этих лиц. А как будут их определять? Это накладывает, видимо, по всей видимости, какую-то обязанность на работников организации как-то их там и спрашивать, кто они верят или не верят. Вот смотрите на заведующих. Я думаю, что это не единичная история, но вы знаете, есть полигамные такие мужчины, к которым приходит не одна женщина. Счастливцы. Может, они счастливцы, женщины вы имеете в виду, или мужчины, которым они. Но, в общем, ситуация такая, что, я думаю, многие заведующие с этими сталкивались, что надо как-то разводить эти потоки. Потому что они могут пересечься. И когда они пересекаются, то ничего хорошего ни для пациента, ни для отделения, ни для заведующего, который рассказывал, что больше никто не приходит вообще никогда. А инструкция этого не регулирует? Никак не регулирует. Там очень важно, что все-таки какой-то график был, соблюдешь, чтобы они записывались хоть заранее, кто когда придет. Это тонкий момент. Потому что некоторые мужчины, например, на жену не открывают глаза, когда из ком выходит. А другая приходит... Он подмигивать начинает. Они вдруг хоп, сразу... А потом доказываешь родственникам, что он в сознании, а они приходят, не могут до него достучаться, он в коме лежит. Приходят, хоп, через час они ушли, он глаза открыл, и опять бодрый. Сергей Сергеевич, ну, видимо, МИЗДРАФ это предусмотрел, потому что никаких там дополнительных жен по закону пройти не может. С родственниками. Но она приходит родственница. Тогда приходится крепить семью, чтобы при расколожил. Объединять. Членами семьи делать. Это очень правильно, это очень благочестиво. Вот, церковь поддерживает. Тем не менее, я так понимаю, Полина, вы как юрист видите два критических момента. Это полное делегирование, принятие решения о допуске или недопуске на конкретных лиц в виде лечащего врача, анестезиолога, реаниматолога и заведующего. Это первое. И второе. Это несовершенный список лиц, которых можно допустить. Ну да, там просто сделано все настолько тяжело, что как это будет реализовано. Реализовывать это надо Минорганизации. Мне кажется, что этот закон тянет за собой, ну вот эти вот все порядки, вообще изменение штатной численности реанимации. Если уж мы глобально про это говорим. Потому что с каждым родственником надо пообщаться. Каждому родственнику надо оказать внимание. Надо учитывать, что если мы возьмем любую западную страну, то на одного реанимационного пациента там будет как минимум одна сестра. Которая работает 8 часов. Да, которая будет постоянно крутиться. Ну как бы они будут меняться. Если мы возьмем наши реанимации, то на 12 коек там будет максимум 4. В суточном уровне. И объем работы у них гораздо больше, чем у тех, которые крутятся там. Это тоже надо учитывать. Это очень важный момент. Потому что есть проблемы выгораний, есть проблемы психологической устойчивости, стрессоустойчивости и так далее. Поэтому, мне кажется, эта проблема вообще глобальней. С другой стороны, есть большая доказательная база сейчас, регистра, что количество конфликтов, жалоб и неудовлетворенности в отделении реанимации открытого типа. Меньше. Согласен. Я же сказал, что я только за открытые, только за. Гораздо меньше, нежели в тех отделениях. О наших работниках тоже надо думать. Я думаю, просто сейчас очень много склоняется на сторону пациента. Что пациент всегда прав и так далее. Медработники оказываются в таком положении, что они всегда неправы по всем вопросам. Мне кажется, это тоже немножко перегнутая палка. Поэтому тут должен быть определенный баланс. И спрессовывать медработников бесконечно тоже невозможно. Да, потому что поружение, то жми, жми, жми. Но когда-то у людей будет выгорание, будут какие-то вспышки и так далее, которые совершенно не нужны. Обучение, видимо, один из выходов обучения. То, чего, к сожалению, у нас в вузах только на зачаточных таких, на начальных моментах. Это надо не только в вузах. Это надо еще и в медучилищах. Да, безусловно. Где у нас совершенно этим заниматься? Потому что люди должны это понять. Они не должны попадать, как бы они там учатся, потом они попадают в больницу, и он говорит, а что это вы тут неправильно общаетесь? Обучая, не обучая, но все равно человек должен работать в человеческих условиях. То есть, правильно, если на Западе одна медсестра на больного, а у нас одна медсестра на трех по штатам, а в реальности на пятерых, на шестерых... То виноваты в этом родственниках, мы их не пускаем и все, да? Нет, родственников не пускать, может, и надо. Просто родственники, они будут, например, очень часто... Вы же наверняка тоже сталкивались, что там вот не подошла сестра и там не перекрыла там то-то, сё-то, пятое, десятое. В это время могла сестра совершенно заниматься жизнеугрожающей ситуацией там через две койки от этого пациента, и она в голове себе установила приоритеты по тяжести как бы конкретных проблем. Естественно, она побежит, если у нее отключился больной от аппарата искусственной вентиляции, там через две койки, она в первую очередь побежит туда, и если она даже увидит, что у нее подкапывает там из какого-то периферического катетера, она, естественно, катетер оставит на вторую роль. Первая, она побежит присоединять пациента, и только потом она вернется. В этот момент, и такие случаи тоже известны, родственники уже недовольны этой ситуацией, потому что они говорят, нашим пациентам не занимались. То есть, такие вот тонкости, которые надо, мне кажется, ввести не только обучающую компанию с сестрами, там с врачами, но надо тогда заниматься и социальной рекламой, с потенциальными пациентами и с родственниками, со всей страной, потому что люди должны друг друга понимать и коммуницировать. Безусловно, если вы помните, мы в Москве с этого и начали, что из средств департамента были подготовлены вот эти памятки для родственников, которые были развешаны в холлах всех отделений реанимации. Мне кажется, это тоже работает. Вот этот период ожидания доктора или период переодевания, ознакомиться с какими-то, пусть простыми, примитивными правилами, это тоже часть такой информационной политики. Может быть, надо в приказы, например, по реанимационной службе вводить, например, круглосуточного психолога на определенное количество реанимационных. Хотя бы администратора для беседы с родственниками. Вот у нас появились психологи круглосуточные, они очень серьезно решили вопрос каких-то конфликтных возможных ситуаций. Например, при посещении у нас же тяжелый реанимация, там противошоковый зал, там общий реанимация, которые люди не представляли, что они попадут в такую ситуацию еще минуту назад. Понятно, что люди, которые к ним приходят, родственники, они находятся в стрессовом состоянии. Они пытаются эту очень часто агрессию и вот эти проблемы перекинуть как бы на медработников. И поэтому психологи, они проактивно как бы мониторируют все зоны ожидания, они мониторируют, а туда как раз попадают и родственники тех пациентов, которые находятся, например, в противошоке. И они и с ними общаются, если видят, что есть какие-то проблемы внутри отделений там и так далее. Кстати, проект приказа и указывает, что с родственниками должна быть проведена беседа, и они должны быть психологически подготовлены к тому, что они увидят в аренде. Наверное, я когда это читала, тоже думала, а кто будет этим заниматься? Психологически подготовлены. Заведующие как раз и подготовивают их психологически, лечащие врачи. Лучше бы, чтобы это был очень обученный человек. Если, например, написать в проекте приказа Мездрава, что должен быть клинический психолог, то очень большая часть, наверное, будет недовольна медорганизацией, потому что нужно заводить этого психолога. Особенно они же не везде есть, кто-то на это ориентирован сейчас. А если взять всю Россию, то, я думаю, далеко. Если прописать штатом расписание, то должно быть. Я вам скажу, что никакого вреда от клинического психолога не будет организаться, будет только польза. И имиджу. Хорошо подговорят уже об этом. Будет только польза. Психолог – это очень важно. Вот мы вели круглосущество от психологов, им год сейчас исполнился. И я счастлив, что они есть. Но это Москва. А в регионах-то, я думаю, далеко не такая обстановка. В регионах? Да. Почему нет? Мы только были в Волгограде, в пятницу были в Волгограде. Больница скорой помощи, которая за сутки через приемный покой проходит по 200 человек. Скорые только приезжают, 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 приезжают. Все улыбаются. Все пациенты ориентированы. От главного врача зависит. Тоже очень важный момент. От администрации это зависит. От того, насколько администрация вовлечена вообще в этот процесс. Хочет она этим озаботиться или не хочет. Тут дело не только в главном враче. Тут дело в этом менеджменте всех уровней, которые в этом участвуют. В атмосфере в подходе, да? То есть мы подходим к тому, что эта инструкция, она, понятно, как любая инструкция несовершенная. Тот, кто хочет, тот будет в этой инструкции видеть для себя позитив, его реализовывать в своей медицинской организации. Но, к сожалению, с моей точки зрения, к сожалению, этот приказ, который должен был редуцировать вот эти барьеры для вот этих товарищей, которые являются противниками посещения, для них появляется достаточно мощный, безапелляционный, что главный инструмент не посещать. Я лично врач, я считаю, что на данный момент ваше больное бессознание вы ему не нужны. Вот что меня очень смущает. Понимаете, мы можем это прикрывать выгоранием коллеги, нежеланием, несовершенствованием архитектуры, несовершенствованием порядка 919 Н. Но, правда, мы можем все говорить очень многие слова, но ведь у нас же есть такие ценности, да? Как человечность и так далее. Я думаю, об этом Сергей может рассказать тоже, которые нельзя в инструкции загнать. Вот как с этим быть? Вот ведь есть вопрос. Ну вот разделить на две части, бессознательные и сознательные, там все равно должна быть разница. А если смотреть шире, мы же тоже, да, сейчас уйдем от посещения, но к вопросу, например, информации. Мы очень часто попадаем в ситуацию, когда, например, дети отдыхают за границей, случается какая-то катастрофа с родителями, у них есть телефон, а я, да Юра, не могу сообщить им никакой информации, потому что не идентифицированная. Это тоже очень серьезные вопросы с учетом современных методов коммуникации и так далее. Насколько я понимаю, кодовое слово, которое бы мог сказать пациент перед госпитализацией, и родственники его называют, тоже является юридически недостаточным механизмом для того, чтобы вам по телефону информировали. Но потом не всякий пациент может сказать. Нет, ну речь нет, это понятно, но у нас есть, например, пул пациентов плановых, которые там, это слово могут быть, если это сделать, но вот как юристы многие говорят, что это тоже... Чтобы общаться с родственниками? Нет, речь идет о том, что вы мне звоните, вы мне звоните и хотите узнать, как чувствует своя мама. Я сейчас вам это не могу сказать. По идее, если есть некое кодовое слово, ну, например, телефон, который вы обозначили до госпитализации, вы звоните, говорите, вот так... Это, кстати, конфликтов много возникает тоже по этому поводу, что мы звонили, а нам не сказали. Да, да. А мы не имеем права говорить. Это же сейчас было громко, это же дело комментировалось с Лизой Алерт, да, по-моему? Да, 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 прекрасно было. Когда не могли бабушку найти, обзванивали разные больницы, и нигде никто ничего не говорил, где она находится. Ну, а почему это началось-то еще много лет назад, даже немного, лет пять назад, например, мне кажется бы, что данную информацию скорее предоставляли, нежели бы не предоставляли. Но с учетом положения, как сейчас все, вы правильно сказали, для пациента, и пациенты, конечно, сами во многом вот эту ситуацию, атмосферу, пытаясь выбрать какие-то мягкие слова, чтобы, наверное, все-таки не обидеть никого, и пациентовское общество тоже. Но пациенты довели все-таки отчасти сами ситуацию до того, что врачи в первую очередь ориентируются на правовые нормы, несмотря на какие-то человеческие критерии и барометры общения. Не, сообщая информацию по телефону, я имею в виду. Какой выход? Выход? Выход. Наверное, прописывать более тщательно, по крайней мере, многие вещи, чтобы они не могли быть двояко оценены, истолкованы. Потому что у нас сейчас все положения закона, как на них не посмотри, я говорю, даже не про посещение, реанимация, а про все законодательство в общем и целом. Я иногда смеюсь, когда к мне приходят заказчики рассказывать, там, вот у нас есть версия такая, есть версия такая, а как правильно нам сделать? Я говорю, а как вам надо? Закон это позволяет. Делаем как надо. Вот оно, юридическое образование. Хорошее юридическое образование. Хорошее. Ну, в общем, это хорошее завершение, что надо делать как надо, в общем. Закон надо просто прописывать четко. Законные инструкции, они должны быть четко прописаны, регламентированы. Вот пункт А, вот пункт Б, вот пункт Т. Ну, а как-то вот церковь может высказаться вот по этому вопросу? Скажу. Вот я и выскажусь. Конкретнее вот что-то можно сказать? Да, конечно. Документ какой-то написать. Ну, церковь не может написать документ Минздрава, да, церковь не может указать. Ну, к счастью, пока сельская область. Ну, мы, не знаю, к счастью или не к счастью, но, во всяком случае... Ну, светская, факт, но факт, но факт, Сережа. Нет, я могу сказать вам, директору, главному врачу, я могу сказать, я как ватюшка могу сказать, надо делать так. А как врач, меня интересует твоя позиция, как врач-анестезиолога-реаниматолога. А как врач-анестезиолога-реаниматолога, я уже сказал, значит, надо четко прописать, что где можно. Ну, вот совпадают эти две позиции, совершенно четко. Что где можно. То есть в кардио-реанимацию можно прийти толпой, да, там, в хирургическую реанимацию, надо проходить. Ну, то толпа придет, высосет вес кислород. Не высосет. И не останется сердцу. Не высосет, не высосет. Там много кислорода. Может быть, наоборот, прописать, что нельзя. Или наоборот, что нельзя. Можно, да. То есть нельзя прийти в хирургическую реанимацию, больше двух человек к одному больному на определенное время. То есть это как бы одна ситуация. На кардиореанимацию можно больше. К больному в коме можно прийти так-то. К больному сознанию так-то. Когда все это прописали, тогда уже даже тот же самый заведующий уже будет исходить из того, что вот это люди могут, это люди не могут. Во всей этой формулировке меня смущает только одно слово. Прописали. Кто прописали? И что самое главное, то, о чем говорила Полина, что когда профессионалы прописывают, к сожалению, они всегда к этому прислушиваются. А так ли да? Те, кто принимает эти инструкции, они, к сожалению, не всегда профессионалы. Мы далеко сейчас дойдем. Но тем не менее, мы давай только будем считать, что они все профессионалы. Существующая норма, тем не менее, позволяет нам эти замечания на ресурс внести. А что самое главное, что у нас сейчас будет пятиминутный перерыв, который позволит вам задать вопросы любому из участников нашего овального сегодня стола, и мы постараемся на них ответить. Уважаемые коллеги, у нас есть несколько вопросов. Вопрос, который задает нам Илья, так и непонятно, переодеваете вы допущенных посетителей в больничную одежду или нет. Я отвечаю за больницу имени Юдина, что нет, мы не переодеваем наших родственников, наших пациентов, но достаточно четко следим за гигиеной рук. У нас есть диспенсер на входе, и мы просим родственников на входе и на выходе из палаты интенсивной терапии обрабатывать руки, и объясняем им, зачем. А как это организовано в реанимациях института скорой помощи? Мы одеваем на них халаты, иногда шапочки. Иногда шапочки. На руки не обрабатывает? На руки тоже обрабатываем. Но есть же концепция, что злобный микроб с улицы может быть лучше, чем злобный микроб внутри больничной. Хотя на самом деле это не совсем так. Не знаю, никто не доказал. Очень важный вопрос, который задает Ксения. Скажите, пожалуйста, у родственников может быть круглосуточный доступ в варит или в определенные часы? И какова продолжительность посещения по времени? Круглосуточный доступ может быть, наверное. Но я еще раз говорю, в моей практике был за последний год только один случай, когда родственники изъявили желание и действительно находились круглосуточно рядом с пациентом. Как ни парадоксально, большинство людей, им достаточно какой-то непродолжительный период общения. Опять же, как это реализовано в отделениях реанимации городской клинической больницы имени Юдина, у нас есть несколько, скажем так, окон общения. У нас есть возможность пообщаться с двух до трех для того, чтобы получить мнение и услышать мнение лечащего врача или заведующего, если оно интересует родственников. И у нас есть время посещения с 17 до 20 часов, когда люди после работы могут приехать, навестить родственника. Но я думаю, что дежурный доктор не даст то есть черпывающая информация, которую может дать лечащий врач, который ежедневно наблюдает больного в отделении реанимации и интенсивной терапии. Вот это вот как-то у нас реализовано. У нас то же самое. Каждый заведующий, общаясь уже со всеми родственниками, они определяют примерно временные промежутки, когда лучше всего посещать. Потому что с утра чаще всего манипуляции. Там вены, перевязки, еще что-то, ломбальные пункции, еще что-то, что-то все время делается. Обследование, транспортировка, на КТ и так далее. Поэтому стараются, чтобы родственники пришли в тот момент, когда как раз всех этих манипуляций, в принципе, в отделении наименьшее количество, это где-то там час-два, вот так вот. И обычно никаких проблем не бывает, потому что достигается вот это вот четкое такое, четкое договоренность. Но бывает, что хотят сидеть круглосуточно, но сидят круглосуточно без проблем. Сейчас дополню один момент. Этот вопрос обсуждался тоже, потому что есть разные два понятия посещения и пребывания. И да, и они в законе прописаны, именно посещение и пребывание. Но именно в эту норму пребывание не попало. И так никто до сих пор и не знает. Отпущение это 15 минут, 2 часа. Но между пещением и пребыванием все-таки разница однозначно есть. В формулировке. В формулировке пребывания это что-то такое постоянное. По сути, в детской больнице там чаще бывает пребывание. Я просто по образованию как в детских реаниматологах работал детским реаниматологом некоторое время. Поэтому в детских больницах даже в те времена круглосуточно пребывание бывало даже в реанимациях. А в инфекционной реанимации, тем более на эпидемии дифтерии, это было в общем необходимость. Но если законом оно не предусмотрено. Хотя да, но законом это было не предусмотрено. Это было делано на свой страх и риск. Но и графика тоже тут нет. И пациенты могут истолковать это как ущемление их прав. Потому что ни закон, ни проект приказа, если мы на него пока ориентируемся как на некий критерий, не говорит о графике. В ночное время Денис Николаевич правильно сказал, что мало кто на самом деле хочет. Да, таких людей они много. А потому что это психологически очень хорошо объясняется. Если они понимают, что они могут прийти в любое время, они перестают бояться того, что ночью с их пациентами что-то сделают. И в принципе, вот по поводу телефонных звонков, обычно, когда уже видно, что пациент там пошел по такому большому кругу лечения, устанавливают совершенно четкий контакт между заведующими и приходящими родственниками. Они обмениваются телефонами совершенно спокойно, созваниваются. То есть там вообще нету никаких проблем. Нет, ну мы просто с Полиной столкнулись с этой ситуацией, когда там искали старушку, и никто не говорил. Ни скорая помощь, ни это самое. А у меня знакомые нашли старушку, которая потерялась. Ну хорошо. Но коллеги так и не договорили Илью, который спрашивает. Так и непонятно, переодевать людей или нет. Илья отвечает. Если вы хотите, как в институте Склифосовского или как по инструкции, то одевайте. Если вы хотите, как в больнице Юдина или в американском госпитале, который посещал профессор Петриков, то не одевайте. Ну не надо вот так вот сразу. То есть это подсознательно вы уже программируете людей, что в больнице Юдина как в американском госпитале. Ну тут есть очень важный вопрос от Маши. Маша спрашивает. Родственники как посетители или как ухаживающие? Родственники в отделении реанимации. Как ухаживающие посетители. Я согласен, кстати, очень правильной формулировкой, что насильно никто заставлять не будет. Но если родственники хотят помочь, накормить и так далее, я уверен, что как ухаживающие и медицинские сёстки... А вот насчёт покормить я бы как раз... Тут очень тонкий момент. Вы сейчас говорите про сердобульбарное нарушение. Это же я говорю про сосиску, да? Да-да-да. Это какая сосиска? Я вообще напомню, что я занимался искусственным питанием. Н-ное количество лет. Сергей Сергеевич. Он занимался искусственным питанием в то время, когда в стране существовало два вопроса в реанимационном мире. Надо ли кормить вообще реанимационных пациентов? А если надо кормить, то сколько они могут подождать до начала питания без еды? Да, и мне говорили, что а вот собаки не едят, когда болеют. Мы пробивали это дело. И врачи приходили на смену, они говорили, ну а что сейчас кормить? Вчера смена дежурила, покормили. У нас в отделении этого не было. Мы с этим бороемся. А вот, между прочим, Наталья, между прочим, Наталья поддерживает вопрос, который поднял Сергей Сергеевич. Я думаю, тут нам без помощи опытного юриста не обойтись. Были случаи, когда проходили официально гражданская жена, то есть это не эксклюзит для скрифа, да? Жены были в конфликте друг с другом, пациент в коме, обе жены приказывали врачам не пропускать конкурента. Как быть в этом случае? Ну, не здравствуй уже решил эту ситуацию. Как понять, что она настоящая жена, а паспорт должен быть? Официально и гражданская? Официально, во-первых, во-первых, теперь вообще никто не может проползти на порог реанимации, не показав, не только паспорт, но и, видимо, не предъявив какие-то доказательства, что... Жену не собраны? А если, например, там, сын или внук, или как-то, это надо, видимо, проносить документы. Среди свидетельства о рождении. Среди свидетельства о рождении. Но я писала об этом. А категория бы, кстати, близких лиц, если она была бы... Жену не приписали, когда я паспорт сейчас менял, потому что у меня не было прессе свидетельства о браке. А вот все. В принципе, должны были поверить, я бы сказал бы, вот у меня жена, чпок, поставишь сам по все, и детей также. Но если бы включили бы категорию близких лиц, тогда этот вопрос вообще был бы снят. Все, теперь я не знаю, как это будет решаться. Марина, вопрос Сергею Сергеевичу адресу. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, известно ли вам попытки проведения просветительской работы среди населения по поводу принципов организации реанимационной помощи, структуры и специфики деятельности отделения реанимации, а также правила посещения этих отделений, помимо краткой инструкции, висущей на входе в данное отделение. Имеется в виду видеоролики, сообщения в СМИ и так далее. Спасибо. Да, у меня имеется такая информация, потому что проводил Денис Николаевич в Москве. Вот, и дни открытых дверей, собственно, проводили. Но, мне кажется, в масштабах страны такой просветительской работы не существовало. Для этого надо делать дни открытых дверей, для этого надо действительно публиковать ролики, для этого надо публиковать статьи, которые все это обсуждают. Но ток-шоу это выносить вовсе надо. Если вы воспользуетесь таким информационным порталом, как YouTube, вы там увидите много роликов, освещенных именно информационной поддержке родственников, разъяснением, что происходит с их родственниками, в том числе в отделении реанимации и интенсивной терапии. И я думаю, это тот тренд, это то направление, к которому мы должны стремиться. Весь вопрос, кто, конечно, будет финансировать эту программу, потому что все на альтруизме быть не может. Скажите, пожалуйста, при круглосуточном пребывании родственнику постели больного обязаны ли мы, имеется в виду врачи и медорганизация, организовать родственникам питание и место для сна? Но с учетом того, что пребывание не попало в закон и автоматически не попало в проект? Нет. Это вы и боялись как раз, что пребывание потянет до самой необходимости каких-то условий. К тому, мы исчерпывающие краткий, емкий ответ профессионального юриста. Уважаемые коллеги, если у нас вопросы исчерпаны, то мы исчерпали наше часовое время нашего общения. Я хочу поблагодарить в первую очередь наших слушателей по ту сторону камеры. Я хочу поблагодарить наших коллег. Я очень надеюсь, что все-таки что-то сдвинется и будут какие-то более совершенные законодательные акты. Я надеюсь, Минздрав прислушается к тому, о чем говорит медицинское сообщество, в том числе и медицинское, отстаивая какие-то свои позиции. Спасибо большое, уважаемые коллеги. До встречи в эфире.